Привет, мои хорошие! Приветствую вас на своем канале! И сегодня я хочу сделать обзор на те средства за уходом для кожи, которые я беру всегда с собой в отпуск. Просто обязательно, каждый год я беру это с собой. Потому что езжу всегда в страны, где очень жарко и где активное солнце. Поэтому, ребята, ухаживать за кожей нужно просто обязательно. Нам же не нужны, правильно, никакие заболевания лишние кожные, ожоги и прочее. Поэтому ухаживаем за кожей. Сегодня то, что я буду показывать, это не реклама. Это просто я делюсь теми средствами, средствами, которые я всегда беру с собой в отпуск. Да, каждый год это все разное, это понятное дело. Но это нужно брать с собой, я считаю, обязательно. Итак, первое, что мы с вами рассмотрим, вот такой тюбик. Значит, это бальзам для загара и высокий уровень защиты. Вот так вот он выглядит. Видите? Вот так. У меня 30 SPF для чувствительной кожи написано. И написано, что он водостойкий. Это просто отлично. Давайте посмотрим, для чего он рекомендуется и как им пользоваться. Читаю. Бальзам для загара марки Эвасан. Высокий уровень защиты SPF 30. Рекомендуется для чувствительной кожи со слабыми сосудами. Превосходно защищает от неблагоприятного воздействия. Излучение. Вызывающих солнечные ожоги и фотостарение. Увлажняет кожу, придает ей упругость, обеспечивает красивый и здоровый загар. Легко наносится и быстро впитывается. Не содержит полиэтиленгликоль. Так. Бальзам. Значит, как им пользоваться? Бальзам равномерно нанести на кожу перед принятием солнечных ванн. Для поддержания защитного условия необходимо повторно наносить бальзам после купания и обтирания полотенцем. Вот, ребята, вот такой бальзам. Обязательно. Просто обязательно надо брать. Еще раз говорю, у меня каждый раз, каждый год разные бальзамы. Я пользуюсь разными. Не люблю все время одно и то же. Ну, тем более кожа принимает их, слава богу, хорошо. Текстура, кстати, я уже смотрел, очень приятная. И аромат очень приятный. Вот. Очень похож на запах, знаете, такого ланолинового крема. Если кто живет в Питере и, может быть, знает такую фирму, как Невская косметика. И вот у них есть ланолиновый крем. Вот. По аромату очень схожи. Прям вообще. Ну да, прям очень похоже. Очень. Переходим дальше. Эта же фирма, Эвасан, называется уже бальзам СОС, после загара и купания. Увлажняет и успокаивает. Вот такой. Синенький, видите? Я всегда покупаю бальзамы после загара. Просто обязательно, потому что бывает такое, перележишь на солнце, запечет, перепечет, в номер придешь. Весь красный. Но у меня было такое один раз. И чтобы успокоить кожу, конечно же, я после душа, схожу в душ, после моря. В номер приходим. И натираем все вот такой штукой. Очень хорошо. И кожа очень приятная. И, в общем, классная вещь. Советую. Еще раз. Вот так она выглядит. Вот так. Давайте прочитаем, для чего он. Рекомендуется использовать после загара, как на солнце, так и в солярии. Снимает покраснение и раздражение кожи. А также устраняет чувство жжения и неприятные ощущения после длительного солнечного воздействия, либо воздействия солнечной морской воды. Это очень важно, ребят, потому что через морскую воду припекает солнце прям очень-очень сильно. На этот случай я купил очень хорошую штуку, которую мы дальше сейчас рассмотрим с вами. Вот. Ну, в принципе, способ применения. Бальзам равномерно нанести на кожу и дать питаться. Все. Все. Пахнет, ребят, он практически так же, как и Evo Sun для загара. Вот. Еще раз показываю. Вот такие тюбички. Вот такие. Если кто видит, покупайте. Вещь нужная и недорогая. Еще раз повторюсь, что я уже рассказывал, когда мы с вами гуляли по магазину, что я покупал продукцию Garnier. Garnier мне она не понравилась. Она мне не пошла по коже. И, кстати, пользовался я этой задорантами Garnier. Почему-то реакция на кожу идет, начинает все чесаться. И, в общем, очень-очень неприятные ощущения. Для себя я Garnier закрыл. Не буду я больше никогда пользоваться. Не знаю, почему. Может, они что-то стали класть в состав. Но ужасно, ребята. Просто не знаю. Может, у кого-то нормально, но у меня из семьи просто у всех начинается после Garnier жуткая чесотка. Переходим дальше. Я купил вот такой защитный крем 50 SPF. Вот, смотрите. Вот такая коробочка. Вот такая. И с другой стороны тоже самое. Вот. Для чего я его купил? Еще раз объясняю, что когда мы плаваем в море, у нас оголена зона шеи и плечей. Естественно, через воду это все очень супер прогорает и прям начинает краснеть, зудеть и все. Мне это не нравится. Это очень неприятно. Я думаю, это каждому неприятно. И поэтому вот этим кремом я буду наносить ниже шеи и плечей все. То есть спину, там, грудь, переднюю часть, все, в общем, все. Я так сказал, интересно, извините. В общем, все тело, так скажем. А шею, область шеи и область плечей вот этим. Также он водостойкий. Здесь указано, что он водостойкий. Надеюсь, что он будет помогать, потому что в том году я себе сжег плечи и шею. По этой части, вот здесь, все у меня прям сгорело, ребята. Крем небольшой. Вот он, вот такой маленький. Вот такой. Мосявочка. Собственно, очень мелко все написано, как им пользоваться. Давайте все-таки мы с вами прочитаем способ применения. Крем равномерно нанести на кожу перед принятием солнечных ванн. Для поддержания защитного слоя необходимо повторно наносить крем после купания и обтирания полотенцем. Недостаточное количество крема понижает степень его защиты. Чрезмерно долгое пребывание на солнце вредит вашему здоровью. Вот такой крем. Ребята, он небольшой. Я думаю, что на отпуск его хватит, потому что у нас есть еще чем мазаться. Вот так вот он выглядит. Вот, ребята, это вот такие вот три, я считаю, очень важные вещи, которые нужно просто обязательно брать в отпуск. Вот такие три важные вещи. Я считаю, что это действительно нужно. И это ваша безопасность и ваше здоровье защитить себя от солнечных ожогов. Так, и давайте перейдем теперь немножко, так скажем, красоте за уходом, за своим внешним видом. Все мы прекрасно знаем, что в отелях есть и шампуни, и мыло, и прочее. Но я, если честно говоря, сколько раз был и в Европе, и в Африке. Вы знаете, отельными шампунями я очень редко пользуюсь. Не знаю почему, но как-то привыкать к своему. Может быть, кожа уже привыкла к своим. Может быть, волосы уже привыкли к своим. Но из Туниса шампунь, то, что я в том году привозил оливковый, это просто бесподобный. Он пахнет прям натурально, знаете, вот оливками такими. Ну и кожа после него офигенная. И волосы невероятные. Блеск такой идет, они мягкие становятся. Ну действительно натуральные, без каких-то лишних там добавок и прочего, без всякой химии. Поэтому я им очень хорошо долго пользовался. Он у меня закончился, к сожалению. Мама привозила в этом году, кстати, вот у меня есть обзор покупки из Туниса. Я ссылочку оставлю под этим видео. Мама привозила два шампуня, тоже оливковых. Но они совсем другие. Я им не пользуюсь. Думаю, пусть лучше пользуются ими мамы. Я себе куплю что-то другое. И в отпуске я решил все-таки взять, купить такой шампунь. Сейчас он по акции в ОКЕ. Называется СИОС. Вот такой. Я очень долгое время пользовался продукцией СИОС. Она мне очень нравится. Она мне очень подходит к коже, к волосам. И я прям тащусь от данных шампуней. Да, мне без разницы, что он не мужской, что он женский. Какая разница. То, что пишут, что он мужской, что только мужчины должны мыться. Мне кажется, это все полный бред. Потому что, ребята, если у вас нет перхоти, и вы намоете шампунем, где будет написано против перхоти, и у вас перхоти появится. Это 100%. Поэтому верить тому, чему написано, не стоит. Для ломких, для сухих, для обезжиренных, туда-сюда. Не знаю. Мне кажется, это все фигня. Я взял для нормальных волос. Вот такая симпатичная бутылка цвета морской волны. Мне очень нравится. Кстати, люблю очень этот цвет. Просто обожаю. Ну, думаю, почему не взять, да попробовать. Конечно же, я целую бутыль такой с собой в отпуск не повезу. Я отолью специальный флакончик. Ну, потом тоже вам покажу. Если не забуду, конечно. Покажу, как я его отолью. И возьму с собой. На время отпуска мне будет очень вполне достаточно. Аромат у него очень свежий. Знаете, я бы даже сказал, что он такой более как морской, что ли. Ну, ребята, прям очень-очень свежий. И прям мне нравится. Давайте прочтем, что здесь написано. Состав, конечно же, мы не будем с вами читать. Просто, что и как для чего он. Кстати, вот называется он Pure Fresh. Значит, мицеллярный шампунь для нормальных волос. Эффективно очищает волосы и кожу головы. Придает волосам свежесть. Подходит для ежедневного использования. Разработан заботой о вас. Без силиконов, парабенов, минеральных масел и искусственных красителей. Этот продукт получил сертификат пониженной аллергенности. Европейский фонд исследования аллергии. Ребята, вот что касается аллергии, это очень важно, потому что я человек, который страдает аллергией. Аллергия у меня, честно вам скажу, каждый год, ровно вот в определенное время, в июне, то есть где-то с середины июня до конца июня, просто аллергия жуткая. Да, я проходил обследование. Нет, у меня аллергия только на перхоть в лошади, ребята, и на кролика. Ну блин, ну вокруг меня каждый день же не ходит лошадь с перхотью, правильно? Ну у меня на какой-то вот вид цветочков. Так что, я всегда для себя выбираю продукцию, которая не вызывает никаких аллергических реакций. Вот, поэтому мой выбор это съез. Я очень часто пользуюсь съез. До этого, кстати, я пользовался шампунем DAF. Он у меня уже закончился, собственно, поэтому я приобрел съез. Шампунь у меня DAF закончился. Кстати, он мне тоже очень нравится. Дайте, такая белая бутылочка с синей крышкой. Синяя такая закрывается. Вот он. Я не помню, как он называется. Уже флакон выкинул. Вот. После него кожа головы тоже очень мягкая, чистая. Волосы где-то, наверное, через две недели начинают просто блестеть. И прям такие очень-очень приятные на ощупь. И хорошо, кстати, укладываются. Вот, ребята, выбрал я вот такой шампунь. Дальше переходим еще к одной очень важной вещи. Это вот такая вот штучка от Сьез. Спрей для волос называется. Да. Пользуются спреем для волос не только женщин, но и мужчины тоже. Так, сейчас очень много, знаете, всяких разных причесок для мужчин и все требующих укладки. Поэтому, ребята, я купил себе вот такую штуку. Как вы заметили, я подстригся. Надеюсь, вам понравилась моя стрижка. К сожалению, на работу я не всегда могу делать такую стрижку. Поэтому я ее делаю только летом или какие-то зимние, там, мой зимний отпуск. Вот. Вот такой штука я пользуюсь уже не первый год. Называется она Сьез. Значит, стойкая фиксация, экспресс-укладка и невероятный объем до 48 часов экстрасильная фиксация. Четверка. Вот. Видите? Пахнет обалденно. Ну, даже, знаете, похоже на лак для укладки волос, который вот Тафт. Вот. Очень-очень похож. На волосах, ребята, он пахнет обалденно вкусно. Поэтому я свой зачерс делаю, когда ухожу на улицу, только вот этим спреем. Тафт мне не нравится. В том году в отпуске в жару я пользовался пенкой для волос. Просто не знаю, волосы как-то начинали слепаться. В общем, мне очень приятно это ощущалось все дело. Поэтому я решил перейти на вот такой Сьез. Мне очень нравится. Очень свежий аромат. И очень хорошо держит волосы. Маме он мне нравится. Не знаю, почему она им не пользуется. У нее какие-то свои пенки, гели и прочее. Я пользуюсь вот таким Сьез. Уже протестировано много раз на огромном сильном ветре. Ничего с волосами не делается. Держится просто прям прическа, ребята, идеально. Так что вот с этой продукцией вы можете спокойно идти на любые мероприятия, на улице и где только угодно. На ветроду и... В общем, вы поняли. Это не реклама, еще раз говорю. Дальше. Значит, читаем. До двух раз больше объема для экстраординарных укладок. Стойкая профессиональная фиксация. Экспресс-укладка сокращает время укладки феном. Помогает защитить волосы при сушке феном. Осыпительный блеск. Да, волосы очень классно блестят. И как я им пользуюсь. Я сначала, понятное дело, голову намою, высушу. И на сухие волосы просто распыляю. Здесь как бы такой, знаете, пульверизатор сделан. Просто вот так нажимаете, он пшикается. И все. Я его распираю на волосы. И обычной расческой, вот такими, где много зубчиков, так расчесываю. Придаю форму, какую мне надо. И все, ребята, целый день прекрасно все держится. Ничего не разваливается, не рассыпается, не склеивается. Так что я вам советую использовать такой съез. Да, конечно, он не дешевый. Но это стоит того. Его надолго хватает. Дальше. Советы стилистов с Йоз. Читаем. Наносите на сухие или влажные волосы. Экспериментируйте со стилем. Спрей можно использовать в качестве прекрасной основы для создания роскошных высоких укладок. Ну, это, конечно, для девушек, понятно. Мне достаточно. Трипшика расчесал, побежал. Вот еще раз вам покажу, как он выглядит. Вот такой. Вот такой, ребята. Если вы видите магазин, то покупайте. Покупайте и пробуйте. И переходим дальше. Бывают такие случаи, когда в отпуске вода не очень хорошего качества. Я сталкивался один раз. Это было в городе Монастир в Тунисе. Вода там была ужасная. Она была настолько пропитана хлоркой. Ребята, это просто было невыносимо. Там и чай, и все было с хлоркой. То есть, прям конкретно, знаете, вот так. Люди любят хлорку. Так, у меня там кот разговаривает уже с вами за дверью, просится. Так, что хочу сказать. Я каждый год с собой беру обязательно вот такую штуку от Нивея. Матирующий гель для умывания. Вот такой. Раньше до Нивея я пользовался Гарниер. Ну, вы знаете, такая белая. Тоже такой же тюбик белого цвета. Ребята, честно говоря, у Нивея почему-то для моей кожи... Капец. Для Нивея на моей коже... Извиняюсь. Так. О чем я... Да, Нивея. Нивея мне подходит больше. Честно говоря, после Гарниер я почему-то разницы никакой в коже не почувствовал. Просто намазал, стер и, в принципе, ничего не поменялось. Может, я говорю, что у всех разная кожа, у всех оно по-разному. Ну, как-то реагирует, что ли, эффект по-разному проявляется. Опять с Гарниера у меня не сложилось. У меня складывается с Нивей. Вот. Давайте прочитаем, для чего он. Еще раз покажу. Вот такой. Значит. Для склонной к жирности кожи. Да. Это моя проблема. У меня такое есть. Глубоко очищает, сохраняя природный баланс увлажненности кожи для ровной кожи без жирного блеска. Морские водоросли и технология Гидро-IQ. Дальше. Читаем. Матирующий гель для умывания от Нивея с морскими водорослями Гидро. Глубоко очищает поры, благодаря отшелушивающим частицам, помогает предотвратить появление несовершенств. Устраняет жирный блеск, поддерживает природный баланс увлажненности кожи. Насладитесь ровной кожей без жирного блеска. Ваша кожа глубоко очищена, выглядит здоровой и красивой. Нанесите легкими массирующими движениями на лицо, шею и область декольте. Избегая области вокруг глаз, смойте теплой водой. Вот и все. Ребята, каждый год я всегда беру обязательно с собой вот такой тюбик, потому что... Ой, ребята, пахнет он, конечно. Ммм, обалденно. Сейчас пойду смою его. Здесь такие... Ну, на камере не видно, конечно, будет. Я вот намазал. Здесь такие вот есть... Не знаю, вот посмотрите. Такие белые гранулы. Ну, не видно их, к сожалению. Вот. Очень приятная текстура у него. Мне очень нравится. И очень свежий, знаете, такой прям свежий морской запах. Обалденно. Так что советую вот такую Нивею. Ну, может быть, кому-то она тоже не подходит. Может, кто-то пользуется другими такими средствами. И приходим к последнему моменту, тоже очень важному. И это биоактивный ополаскиватель для полости рта от Сплат. Обязательно, ребят. Не люблю я всякие чистые линии и колгейты и прочее. Сплат уже проверенная годами фирма. Также я пользуюсь зубными пастами Сплат. Потому что мой стоматолог советовал, что эти пасты Сплат самые лучшие. Действительно, эффект от них есть. Не то, что, знаете, там на колгейтах всяких пишут, что прям вообще у вас супер будет полость рта. Но в результате ничего нет. А продукция Сплат действительно есть эффекты, есть результаты. И поэтому там же, где, ребятам, у нас нет возможности почистить зубы или вода из крана течет. Так же, как я сказал, с хлоркой. Но у вас нет времени сбегать за бутылкой воды там на ресепшн куда-то и еще прочее. Вот. Обалденное средство, ребята. Прополоскали рот перед сном, утром, после еды, когда угодно. И полость рта всегда чистая. Это очень важно, рот держать в чистоте. Вот так. Вот такой. Там есть они всякие разные. Но я всегда беру вот такой. Тут 8 растений. И написано, что он для здоровья десен и зубов. То есть, ну, такой комплекс. 90% натуральный. Вот. Так же написано, что... Что это уникальный комплекс. Экстракт герани, ромашки и еще 8. Активных компонентов. Medical Herbs. Herbs. Ну, все по-разному называют. Вот. Вот такой. Так. И вот давайте я вам сразу зачту, что здесь написано. Первое. Эфирное масло герани. Мощный природный антисептик. Активные экстракты облепихи, боярышника, ромашки и шалфеи. Обладают противовоспалительным действием. И препятствуют кровоточивости десен. Вот. Поэтому, ребятки, я беру обязательно с собой ополаскиватель для полости рта. Многие говорят, что нельзя пользоваться вот этими всякими ополаскивателями и прочими. Да, дешманскими, понятно, делать всякими нельзя. Проверенные ребята пользуются. Я уверен, что большой процент людей пользуются ополаскивателями для полости рта. Не знаю, кто пускает такие слухи. Наверное, конкуренты. Наверное, так. Так что вот такой сегодня был обзор. Надеюсь, для вас полезный. И кто-то что-то со мной согласится. Нужно это брать или не нужно это брать. Ну, шампунь, понятное дело, можно. Это не совет. Это просто я всегда беру свое. Итак, что мы берем из уходов для кожи? Мы с вами берем защитный крем. 50 SPF для очень чувствительных участков кожи, водостойкий. Мы с вами берем бальзам для загара. Высокий уровень защиты. 30. Мы с вами обязательно берем бальзам после загара и купания. Вот такой. И для кожи лица мы с вами берем вот такой гель для умывания. Ну, у каждого свой. Я беру такой. Ой, ребята, жалко запах не передается. Это просто прям вообще. Для нашей красивой прически, для похода в кафе, для прогулки в город берем вот такой съез. спрей для волос. Опять стихами говорю, что такое. Ну, видите, человек культурный. Не могу иначе. Так, и для наших зубов и десен берем вот такой с травами ополаскиватель для полости рта. Вот такой был сегодня небольшой обзор. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И всем спасибо. Скоро выйдет еще один выпуск, что нам необходимо взять с собой в отпуск. Но это будет уже в следующий раз. Всем пока.